Приветствую вас. Первое, что хочется вам сказать, это то, что ваша история жизни необычна. Не нужно себя, ну, обманывать, что ли, что-то вроде того. Ваша история жизни необычна, ваша история жизни уникальна, потому что, ну, так же как уникальны, в принципе, все истории жизни людей и людей, а не только ваши. Это очень важно понимать, очень важно понимать этот момент. Следующее. То, что я почувствовал, читал ваши сообщения, может относиться скорее к некой такой, знаете, тревожности, может быть, к некому такому напряжению, может быть, даже к агрессивности в какой-то степени. И я не могу не задать вопрос хотя бы, ну, если не вам, то хотя бы себе откуда и почему это агрессивно может появиться. И мне думается, что ответом на данный вопрос может являться то, как вы выражаете, в принципе, свою позицию. То есть, что это значит, ну, то, как вы выражаете свою позицию. Вы, вы свою позицию, свою, условно говоря, точку зрения, то, что вам хотелось бы, могли бы, могли выразить, могли или можете выразить двумя, в принципе, способами. Первый способ это только то, которым, как мне кажется, вы пользуетесь. Это способ, когда вы копите, 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 копите. А дальше это выплескивается, выплескивается в виде такого взрыва. Второй вариант – это когда вы изначально занимаете ровную, ну, достаточно твердую позицию, которую и стараетесь продвигать по жизни. В данном случае здесь я бы сказал, что вы не делаете этого, вы не предлагаете свою позицию, вы не предлагаете свои интересы на постоянной основе, а наоборот, вы как-будто бы мечетесь, как будто бы мечетесь из страны в сторону, то есть с одной стороны бы мечетесь между желанием поверить, как мне кажется, человеку, между желанием быть с ним, а с другой стороны, вы противитесь тому, что он делает в отношении к вам. Ну, то есть, словно говоря, вы противитесь тому, ну, в отношении к вам, который вот, ну, это, которая есть у него. и мне кажется, что вот подобное не структурирование вашего интереса во взаимодействии с другими людьми и является одним из ключевых проблем. Почему? Ну, ответ достаточно, достаточно прост, потому что если вы хаотично защищаете свои интересы, то, то нет ничего удивительного в том, что это не будут делать другие или, ну, в частности, в частности. Ваш мужчина, он относится к вам, на мой взгляд, так как вы относитесь к себе. То есть он относится к вам, видя, как вы непостоянно и стабильно защищаете свои интересы. Он видит это, он замечает это и, соответственно, ему кажется, что он может вести себя с вами вот так, как он себя ведет. Поэтому, эм, единственный, эм, способ, эм, который есть, это сделать, эм, чтобы, эм, ну, как-то вот повысить, эм, уровень уважения, эм, мужчины к вам. Эм, это, единственный способ это сделать, это, эм, грамотно продвигать свою линию, свой интерес и, условно говоря, не соглашаться на меньше. Вот. А сейчас это, к сожалению, то, что вы делаете, вы соглашаетесь на меньше. То есть нет, потом, потом вы, конечно же, потом обратно, как бы, возвращаетесь, ну, к тому, что, эм, ну, к тому, что ваши интересы, там, важнее и так далее, но по большому счету, мне кажется, это не, эм, ну, не особо, эм, критично, как-то, как-то, как-то вот, эм, эм, влияет на что-то. Потому что серьезно вас, эм, вас, эм, мужчины не воспринимают. Не воспринимают. Вот. Эм, сейчас это связано с тем, эм, как, как вы строите отношения с мужчиной, то есть вы, эм, хотите, чтобы вас носили на руках и все это у вас сделано, и, вот, как вы пишите, эм, значит, что он помогал, помогал, возил везде гинекологу, отверстил и так далее, да, но в то же время вы, эм, вам не нравится, что он, эм, требует вас слушать. А, без чего, эм, поведение, оно, к сожалению, к какой-то степени является, ну, я бы сказал, эм, его поведение, я бы сказал, эм, в какой-то степени является эм, 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 и, эм, это значит неравноправие. То есть такая вот доблета гиперопека, она предполагает, что, эм, вам будет относиться как к рыбинку, как к рыбинку. А вам это не нравится-то? И мне кажется, что вот на эту нужно обратить внимание, да, на то, эм, вот, на то, эм, на что вы готовы для того, чтобы получать то, что вам давал мужчина. Ну, может быть, с вами совсем подходит та модель поведения, эм, по которой вы устраиваете отношения с, эм, ну, по сути, со своим мужчин, мужчин, мужчины, образно говоря. Вот, и вопросы, которые вы задаете, вопросы, которые вы задаете, они больше, эм, как мне кажется, они больше про, ну, про другого человека, то есть они больше про него, они больше про вашего смысла, но не про вас. Ага, очень важно, чтобы, эм, чтобы это было право, очень важно, чтобы, ну, эх, эм, чтобы именно права, эм, было, э, были ваши вопросы, очень важно, чтобы именно права, и только права. Были вопросы, чтобы вы пытались понять себя, не другого человека, а себя, и только себя. Мне кажется, что только в этом случае можно будет говорить о том, что вы сможете гармонизировать свои отношения. Вот вы пишете, как вы строите отношения по минимуму и прибыль. Я не очень понял этот вопрос. Скорее всего, вы ошибли. Скорее всего, вы что-то не совсем правильно написали. Поэтому я предлагаю вам немножечко переформулировать его, да, как-то переформулировать. Вот. И может быть вы сформируете свою цель. Хочется ли вам чего? В общем, ваш конфликт личный. Что вы не можете разрешить. Для чего вам отвечать на вопрос, который вы пишете? Вот. И самое главное, что, ну, он спит с вами и другими. Просто потому что хочется. А чего хотите вы? А что делаете вы для того, чтобы у вас было то, что вы хотите? Понимаете? Какая штука. Ну и последняя. 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 Его ревнивость и то, что он хотел, чтобы вы были сложными. Сложно. Достаточно принять. Сложно. Достаточно предположить, что вы не знали, какой мужчина. Сложно. Сложно предположить, что вы не догадывались, какой человек. Сложно. И не очень понятно, как вы относитесь к его ревности, к его ревнивости. Тому чем хочется, чтобы вы были послушными. И так далее. Как вы к этому относитесь не очень понятно. Я надеюсь, что эти вопросы дадут начальную почву для размышлений вам и формулируют обратную связь, которая в свою очередь послужит началом психотерапии. И все у вас нормализуется, если вы готовы работать над узнаванием себя, над познанием себя и так далее. Вот например. Вы пишите. Я не выдерживаю. Доброва двухнадцатильная борьба вышла. Я не выдерживаю чего. Что вы чувствовали? Погнал. Почему вы не выдержали? То есть оттуда означает, что вы терпели, терпели, терпели. Терпели ради чего? Дальше. Дальше. Значит, разница принятых. Это серьезная разница и, как правило, свидетельствует о том, что партнер видит в другом партнере больше родителей. Так бывает не всегда, но частенько бывает именно так. Зачастую, если мы говорим, например, про вас, а вы выбираете мужчину постарше, то зачастую это связано с тем, что женщине неинтересно, скучно, тревожно со своими ровесниками. И скучно и тревожно со своими ровесниками может быть в том случае, если женщина с одной стороны склонна к своей эмоции подавлять, с другой стороны склонна к такому обесценивающему, да, иногда это называется взрослым, это псевдо-взрослый тип мышления, вот, и, соответственно, заготереть кому-то постарше. Соответственно, тревожности это безнезащищенно, соответственно, кто-то постарше сможет защитить. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, есть ли вот эти элементы в ваших отношениях, потому что то, что вы говорите, он помогал, там, за вами все дело и прочее, несколько на это указывает. Дальше. Вы пишете. Значит, я не выдержала, забрала двухнедельного ребенка. Мягко говоря, это странно. То есть, ну, вы забрали двухнедельного ребенка и ушли. Как бы ваши отношения не были бы лишены некой такой эмоциональной близости между вами. Как мужчине и женщине вам было друг другом. Хорошо. Но были ли у вас эмоциональные элементы близости? Можете ли вы устраивать отношения с мужчиной как с человеком, как с личностью, как с носителем ценностей культурных, этических, моральных? Дальше. Он падал на расход, была как бы война. Ну, что значит, как бы война, не очень понятно. Ну, очевидно, что здесь имелись какие-то, ну, недовольства какого-то друг с другом. Дальше. Три года мы не общались, моя мать вынесла ему ребенка. Почему ваша мать? Почему ему ребенка? Понял. А вы что делали? Ну, то есть, ребенка они не вынаживали, получается. Почему ему, а не вам? Ребенок не говорит, он нашел причину заговорить с новым. Ребенок не говорит. А в смысле он не говорит? В смысле он нашел причину заговорить с новым. Ну, то есть, вы считаете, что ему нужна причина? У нас, наверное, начали с отношениями, начали спать. Давайте мы с вами немножечко перефразируем этот момент и перефразируем его немножко по-другому. Я начала отношения с ним, и я решила с ним спать. Давайте попробуем так формулировать. Я думаю, что так будет гораздо лучше. Соответственность будет уже на вас. Исключительно на вас. И только на вас. Дальше. Так. Конечно, вместе с ним жить я не хотела. А зачем тогда спали? Мне не нравилось, как он бегает за мной. Чем? То есть, по сути, вы человека использовали. И удивляетесь, что он использовал вас. Так. Мне нравилось, как он бегает за мной. Но было так. Один меня преклонил, на другой день мирили. Тут все хорошо. Какая ваша, ваша, лично ваша активность? Для того, чтобы помириться. То есть, вы легко ему прощали. То, что он вас проклинал. И так далее. Или как? Потом я говорю, я хочу с тобой жить. Ой, я не хочу с тобой жить. Наверное, ему все казалось. Ему все казалось. Мы очень ругались. Говорили друг другу последние слова. Почему мы? Я ругался. Я говорил ему последние слова. Знаете, вот у вас проблема вся. Граница между собой и им. Где я? Где ты? Где моя активность? Где твоя активность? Где мои интересы? Где твои интересы? Это очень важно. Значит, за то, что он изменял мне весь этот год. Как он вам изменял, если вы развелись? Я вот не очень понял. Вы три года не общались. Вот. О какой измене вы говорите? Да. Ага. Так. Рекорд Кмэн нашла общаться. То есть мы будем все. Прогаем с вами визит. Комендарь. Писать. Далее. Вы же не хотите жить? Это первое. Второе. Как бы мне кажется, что измена есть только тогда, когда люди все-таки находятся в браке. Это измен. То есть понятно, что с моральной точки зрения измена бывает и когда люди просто-просто в отношениях, но все-таки это немножко не такие отношения, где измена, ну, можно считать измена такой вот полноценной, да? Потому что человек не делает выбор, там, условно быть спортивным. Вот. Так. А с другой стороны. То, что мужчина изменяет, это говорит о его ценностях. Ну ладно, у него они такие. А ваши ценносты какие? То есть вы говорите о нем, но мало говорите о себе. Ааа. Так. Значит. А теперь он занял. Объясним что бы что. Ааа. Смотрите. Ааа. Первое, на что вам надо ответить о самой цепи и про чем-то вот. Это. Ааа. То, чего я хочу. Чего я хочу. Ну, вообще обо чего я хочу. 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 Ааа. Вообще обо чего я хочу. Что-то мне важно. Что-то мне оценивает. Что-то мне оценивает. Что-то мне оценивает. Можно в том числе и со специалистом проанализировать. Ааа. Ваш прошлый опыт. Смотрите. Ааа. Какие характеристики. Ааа. в том числе. Ваших. Ваших. Решений. Например. насколько они эти решения отражали то что вы хотели а дальше все будет складываться так как вы будете продвигать свои интересы на этом все я надеюсь что помог вам я надеюсь что мой ответ дал вам почву для формирования обратной связи которая подходит с началом психотерапии удачи вам и всего самого доброго